Я первый инвеститель постоянного представителя Республики Крым при Президении Российской Федерации, который называется Мурадом Георгий Иванович, которого многие из вас хорошо знают. Я хотел буквально зачитать некое приветствие, которое он вам послал, и буду буквально два слова сказать от себя. Организаторам и участникам движения «Сильная Армения с Россией за Новый Союз». Искренне приветствую организаторов и участников движения «Сильная Армения с Россией», «Сильная Армения с Россией за Новый Союз», которые собираются в Москве 20 декабря для обсуждения проекта программы «30 шагов вперед». Отрадно отметить, что за истекший момент создания коалиции политических сил Республики Армения «Сильная Россия с Россией за Новый Союз» ваше политическое движение стало ключевым к роднику пророссийского вектора армянской политики, выступая за полномасштабное развитие двусторонних отношений между нашими странами. Высоко оцениваем усилия, приложенные руководством и членами движения для поддержки российского статуса Крыма в Армении и проведение совместных и публики «Крым» многочисленных и успешных мероприятий. Желаю участникам сегодняшней дискуссии подотворной работы. В преддверии празднования Нового года и Рождества Христова передаем вам наилучшие пожелания, крепко здоровья, творческих удач и всего самого доброго. Муратов и Евгений Георгиевич Роспринь. У тебя, дорогие друзья, хотел сказать, что мы действительно, я имею в виду в данном случае Республики Крым, поддерживаем очень плотные отношения с филистами вашего движения, в частности, вот с оговорящим бакуфанянами, которые мы постоянно взаимодействуем, проводим Дни Республики Крым в Ереване. В этом законе мы не проводили, но из-за того, что сейчас у нас обстановка Крыма тоже сложная, вы знаете, мы на передовой находимся, там, к сожалению, многие вещи вы должны были отменить. Мы будем продолжать эту линию на взаимодействии с движением нашим уже, в общем, таким уединителем, с Борисовичем, со всеми нашими друзьями и коллегами, которые здесь присутствуют, потому что действительно, вот Республика Крым, если посмотреть, и его выбор исторический, это Республики, в пользу возвращения в родную главу, как мы говорим, это на самом деле тот пример, как должны решаться многие вопросы по возвращению исторических территорий домой. Хотел бы сказать, что, конечно, события, которые сейчас разворачиваются в Админе, и с Токолем-Карапатом, они вызывают очень серьезную заботчность у нас, и вообще у российского руководства. К сожалению, прогнозы я пока не могу строить, но мне кажется, что если какие-то действия, которые пытаются вы предпринять, не будут предприняты, то ситуация имеет такую негативную, скажем так, перспективу развития, что не хотелось бы. Могу напомнить лишь то, что история нам показывает, всемирная история, то, что если часть большой цивилизации пытается покинуть свою цивилизацию, то она обречена на самолеквидацию, на уничтожение, либо на поглощение другой цивилизации. В данном случае никто, я думаю, не будет отрицать, что Адмения всегда являлась по ближайшим, как бы, и союзникам России, и входила всегда по российскую цивилизацию в общем плане, который включает новых нынешних уже, так сказать, независимых государств. И попытки порвать своим прошлым, с религией, с памятью исторической, они приводят к очень печальности. Сейчас мы наблюдаем ситуацию, которая вращается от Украины. В общем, в ярком цвете видно, как это происходит. Если ты не такой, другой, и делать все по-иному, то тебя другая сторона противоборствующая цивилизация уничтожает своими руками, что это делается. Поэтому я, конечно же, от Республики Крым, от Госпредства, действительно, всячески приветствую ваше объединение, попытку здравых сил изменить ситуацию, которая складывается в Республике Армения, чтобы она не выходила от этой исторической парадигмы, которую я сказал, и желаю вам всяческих успехов на этом пути. Чтобы больше было у вас союзников, чтобы больше здравых сил приходило в ваше движение, чтобы оно стало полной ценой и действительно могло влиять на политическую ситуацию в наших ближайших соседей и в Путинке Армения. Спасибо вам большое. Спасибо.